Объемные иллюстрации выполнены из ткани, тесьмы и прочих материалов. Все это неотъемлемые элементы так называемых тактильных книг. Иллюстрации в них сопровождены как традиционным текстом, так и надписями шрифтом Брайля. Именно его используют слепые и слабовидящие люди. Вот уже несколько лет спецкниги изготавливают сотрудники библиоцентра Нефтекамска. Все для того, чтобы изучать мир с помощью книг могли и особенные читатели. Для этого здесь также есть широкий выбор аудиокниг и книг, написанных шрифтом Брайля. Эти книги пользуются, конечно же, у всех детей большим спросом. Но чаще всего интересуются этими книгами дети с ослабленным зрением из специализированных групп детских садов. Познавать мир и адаптироваться в нем, несмотря ни на что, помогают людям с нарушением зрения и специалисты общества слепых. Ежегодно они проводят работы по адаптации слабовидящих в окружающей среде и не только. Я считаю, что инвалидность по зрению – это самая сложная инвалидность. Ведь не видеть мир, окружающей средой – это очень тяжело. Инвалиды нуждаются в посторонней помощи. Труды сотрудников библиоцентра и общества слепых отметили специалисты городской администрации. 12 ноября они поощрили их грамотами за проделанную работу. В преддверии праздника награждаем вас почетной грамотой. Членов общества слепых также поблагодарили и представителей партии «Единая Россия», а вместе с тем вручили особенным нефтекамцам продуктовые наборы. Напомнили, что в условиях жизни на фоне пандемии члены общества слепых должны проявлять повышенную заботу о своем здоровье и здоровье близких. Лариса Миронова, Никита Веприков, информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова